На малой сцене Театра нации состоялась премьера «Женитьбы» по мотивам пьесы Гоголя. Название, под которым спектакль заявлен в афише, совершенно невероятное событие. Это проект, который представляет инклюзивная театральная школа, организованная фондом поддержки слепоглухих соединений. Учебный план школы, по словам ее основателей, составлен таким образом, чтобы обучаться могли и студенты с особенностями, и обычные актеры. Подробнее о результатах работы в нашем репортаже. Работа инклюзивной театральной лаборатории началась в декабре прошлого года. Тогда в рамках Международного культурного форума в Петербурге были представлены эскизы трех будущих спектаклей. Экспертный совет выбрал постановку Михаила Фейгина по Гоголю. Создатели стремились доказать, что, несмотря на трудности, актеры с особенностями могут искрометно играть классические комедийные пьесы. Вырабатывался какой-то язык театральный, который должен был быть для им адекватен, чтобы эти люди были проявлены в этом языке, чтобы он не находился просто так, отворяясь. Сначала придумали, что мы сначала что-то такое сделаем, а потом их туда втискивали. Нет, мы во многом шли от них, практически всегда мы шли от них, и то, что получилось, это огромная их заслуга. Работа над спектаклем длилась 4 месяца, в нем профессиональные актеры и артисты с ограничениями по здоровью играют на равных. В какой-то момент грани стираются, и уже не чувствуешь различий между актерами. Все они действительно живут на сцене и готовы преодолеть любые препятствия. Если не пробьешь стенку, то ничего не отобьешься. Вот так вот упрешься, и не можешь дальше пройти. Куда? Вот просто уткнулся, вот так. Куда? Я не могу пройти. А я пробиваюсь потихоньку, год за годом. Спектакль «Совершенно невероятное событие» планируют показывать раз в месяц на разных театральных площадках, а параллельно продолжится работа над другими постановками. Актеры инклюзивной театральной школы пробуют свои силы в Кармен и Чеховской чайке. Станислав Дорея, Владимир Степанов, Новости культуры.